На часах четверть одиннадцатого во дворе Брестского государственного технического университета уже многолюдно. Зная и понимая, что процедура непростая, многие поспешили приехать к месту прохождения централизованного тестирования заранее. Кто-то в последний раз перед экзаменом пролистывает учебники, кто-то беседует с друзьями, стараясь настроиться на рабочий лад, а кто-то вместе с родителями трепетно ожидает момента, когда начнется запуск в аудитории для работы. Очень волнительно, очень волнительно. А почему волнуетесь? Ну как же, это же ее жизнь, ее сейчас срушается судьба, потому что как она сдастся степенно, как пройдет, это потом в дальнейшем жизни скажется на ней, естественно. И я как мама волнуюсь. Настроение хорошее, хочу сдать хорошо, поступить в военный вуз. С собой минимум вещей, пропуск, паспорт, несколько гелевых ручек. Для соблюдения порядка и во избежание неприятных ситуаций на входе молодым людям предлагают оставить личные вещи в специальных закрытых камерах. Проведению централизованного тестирования предшествовала большая подготовительная работа, которая успешно вышла на финишную прямую за несколько дней до экзамена. За ходом вступительных испытаний будут пристально наблюдать специалисты комиссии, курируют которую сотрудники комитета государственного контроля. Указом главы государства создана государственная комиссия. Членами государственной комиссии, помимо председателя комитета госконтроля Брестской области, по области является помощник главы государства, инспектор по Брестской области Герасим Василий Николаевич и заместитель председателя Брестского области полкома Олег Величко. Также созданы на сегодняшний день комиссии по контролю, областная комиссия по контролю за ходом вступительных экзаменов и созданы комиссии по учебным заведениям, которые будут также отслеживать ход проведения вступительных испытаний. На сегодняшний день все пункты проведения АЦТ готовы. Надеюсь, у нас пройдет, так скажем, все отлично, на достойном уровне. Естественно, со стороны абитуриентов не будет проблем, как то, например, отсутствие паспорта, либо наличие мобильного телефона в аудитории и так далее. Чтобы не было каких-то проблем уже у самих ребят, поскольку пересдать в связи с отсутствием паспорта либо с удалением по причине мобильного телефона возможности уже не будет. Всего в этом году в Брестской области на тестирование по белорусскому языку записалось 6200 абитуриентов. За несколько минут до начала экзамена кураторы ознакомили молодых людей с тонкостями и нюансами проведения тестирования, основными организационными моментами, после чего ровно в 11.00 произошло вскрытие конвертов с заданиями и юноши-девушки приступили к работе. Сертификаты действительно на следующий год, то есть те, кто в этом году как-то не служится, можно эти тесты, соответственно, применить уже на следующий год, то есть сдать еще четыре и уже выбрать из восьми сертификатов тот, который, в общем-то, наиболее приемлемый. Ну, обязательно требования, опять же, к проходящим ЦТ, это наличие паспорта, это две черные гелевые ручки, вторая запасная, это, соответственно, пропуск, который был выдан при регистрации, и этот же пропуск, кстати, будут менять потом ребята на сертификат, когда уже эти сертификаты перейдут в пункт прохождения, то есть сертификаты получают именно там, где проходили ЦТ, то есть не там, где проходили регистрацию, а там, где проходили централизованное тестирование. Ну и, соответственно, на физику и химию калькулятор. Уже завтра в стране пройдет второй экзамен вступительной кампании «Русский язык». В Брестской области этот предмет, как один из основных, выбрали для себя более 11 тысяч абитуриентов. Продолжение следует...